всем привет рад видеть вас на айзендер тудэй думаю все уже знают что 20 февраля samsung выпустили новое поколение своих флагманских смартфонов и это конечно же galaxy s10 их реклама сейчас следит со всех углов так что даже если вы пропустили все новости видео и статьи на эту тему то все равно должны быть в курсе на youtube уже довольно много обзоров от избранных блогеров которым samsung заранее предоставили новинку на тест чтобы обзоры появились сразу после презентации смартфон был анонсирован некоторое время назад я же с ним хожу уже неделю поэтому общее представление смартфоне и всех его фишках составить уже тоже можно точнее о смартфонах конечно же потому что в этом году вышло аж 4 модификации флагмана но среди всех нововведений и фич есть одна самая важная ну или по крайней мере то которые будут пользоваться точно все без исключения владельцы новых смартфонов и причем пользоваться активно я говорю про дисплей сами samsung конечно же заявили что это лучший дисплей который доступен только для смартфонов прямо сейчас и даже придумали для него новое название если раньше все фирменные матрицы назывались супер амолед то теперь это дайнэмик амолед так что мне стало интересно что же там такого изменилось что даже пришлось придумывать новое обозначение для фирменных матриц ну и заодно разобраться что обозначают все эти фирменные технологии и фишки которые упоминаются в рекламных материалах и что наверное даже важнее это то как все эти технологии будут сказываться на нас какую реальную пользу в реальной жизни пользователи смогут из них извлечь так что садитесь поудобнее приступаем начнем собственно с нового названия почему вдруг супер амолед сменился на дайнэмик амолед на самом деле что супер что дайнэмик в данном случае только коммерческие обозначения по сути сама технология которая лежит в основе одна и та же это экран на основе органических светодиодов откуда и пошла аббревиатура о лет а буквы и м вначале означают актив метрикс то есть активная матрица на них тоже можно особо не обращать внимание так как наверное во всех современных смартфонах используются именно дисплей с активной матрицей так что по большому счету каких-то радикальных изменений не произошло просто в самсунг решили что так круче звучит ну а владельцам galaxy s10 будет казаться что в их смартфонах установлен какой-то совершенно новый тип экрана хорошо или плохо так поступать каждый решает сам можете написать свое мнение в комментариях но лично я считаю что сильно ругать samsung за это не стоит экран у них как ни крути одни из лучших или даже лучшие на рынке это правда много как уж там они называются это дело десятое к слову многие из тех фишек о которых дальше пойдет речь и стали возможны благодаря тому что samsung используют матрицу типа о лет и раз уж с названием мы разобрались то идем дальше самое наверное понятное достоинство дисплеев новых смартфонов это яркость которая может достигать 1 1200 нет если что нет это единица измерения яркости источника света и 1200 это очень ярко по меркам смартфонов большинства современных моделей это что-то в диапазоне 500 800 нет скорее всего и в galaxy s10 такое значение может достигаться только на какой-то короткий промежуток времени или вообще только ограниченной областью экрана но в любом случае проблем с тем чтобы различить информацию на дисплее даже под ярким солнцем быть не должно ну и для hdr контента это конечно пригодится но про hdr расскажу отдельно и чуть позже на презентации во всяких рекламных и промо-материалах корейцы хвастаются тем что экран их нового galaxy s10 обладает стопроцентным охватом светового диапазона 10p3 это один из стандартов которые широко распространены в сфере цифровых кинотеатров и изначально он был разработан организацией которая собственно и называется дисси ай что является сокращением от digital cinema и ниши типс но одессе и петри свою очередь это стандартный цифровой охват для видео формате hdr короче говоря для нас с вами это должно показать что новый экран способен отображать большое количество цветов и оттенков что помогает выдавать качественную и естественную картинку не думаю что разница с экранами тех же galaxy s10 всегда будет заметна на глаз но хуже от этого точно никому не будет а те кому точность цветах важно порадуются дополнительно кстати известный ресурс дисплей мэйт который занимается детальным изучением экранов разных устройств уже успели отметить что дисплей galaxy s10 на текущий момент является самым точным по отображению цветов среди всех которые ими тестировались до этого последние годы производители электроники активно борются с излучением синего цвета и делают они это конечно же не просто так не потому что там кому-то не нравится синий цвет а потому что всякие различные исследования показали что именно такое излучение сильнее всего утомляет глаза и в целом негативно сказывается на зарении а тут samsung объявили что дисплей их нового galaxy s10 излучает меньше синего причем даже без активации всяких дополнительных режимов это конечно здорово но тут возникает вопрос как корейцы смогли одновременно сократить излучение одного из цветов и при этом соответствует стандарту 10 p3 о котором говорили чуть раньше один из зарубежных журналистов задал этот вопрос представителям samsung и те ему ответили что в прежних версиях а лет экранов уровень синего превышал тот что подразумевается этим стандартом а в новом экране соответственно он был сокращен ровно настолько чтобы вписываться в рамки стандарта будем надеяться что теперь зрение ничего не угрожает ну по крайней мере зрению тех кто купит себе такой samsung если же вы этого еще не сделали как и я то остаемся с вами в группе риска такие дела помимо прочего смартфоны линейки galaxy s10 стали первыми с поддержкой режима hdr 10 плюс и с этим hdr ситуация вроде бы и понятная сейчас наверное у каждого тостера есть режим hdr а с другой стороны именно это и сбивает немного с толку потому что в разных ситуациях одно и то же слово или аббревиатура может означать немного разные вещи начнем с того что вообще такое hdr в случае дисплеев не зайти придется немного издалека в мире дисплеев существует такое понятие как контрастность или разница в яркости между самой яркой и самой темной точкой который этот экран может отобразить по сути hdr модели просто способны делать яркие места еще более яркими но не везде а только там где это требуется цель у всего этого одна сделать изображение более близким к тому что человек видит глазом в реальном мире а чтобы телевизор или смартфон знал в каких местах нужна эта дополнительная яркость ему нужен специальный контент в котором такая информация имеется его пока в принципе не особо много даже в сша это лишь некоторые видео на сервисах netflix и amazon плюс фильмы на блюрей дисках ну а hdr 10 плюс это один из стандартов такого видео и он пока поддерживается вообще единственным сервисом amazon prime ну вот вроде с основными фишками экрана новинки разобрались все вместе они дают нам понять что samsung не собирается уступать лидерство в сфере разработки и производства дисплеев и новые galaxy s10 тому отличное подтверждение кстати предзаказ на новые смартфоны уже открыт в том числе и в россии так что в описании под этим видео добавлю несколько ссылок с интересными предложениями можете потом посмотреть надеюсь вам было интересно по крайней мере я пока разбирался с темой расштудировал различные статьи и википедию узнал для себя несколько новых штук пишите в комментах как вам вообще видео такого плана может быть у вас есть какая-то своя тема с которой хотелось бы разобраться тогда тоже предлагать ее в комментариях и если другие зрители поддержат ваш коммент то я постараюсь тоже вникнуть разобраться и сделать отдельное видео на предложенную вами тему ну и конечно если этот видос вам понравился то не забывайте поддержать его лайком и подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые у меня на этом на сегодня все увидимся в комментариях всем пока